Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. В Одинцовском лицее номер 6 проходит традиционная пушкинская неделя, в ходе которой любой желающий мог принять участие в творческом, вокальном или инструментальном конкурсах. Завершается она литературной мастерской. Литературная гостиная в лицее имени Александра Сергеевича Пушкина вновь распахнула свои двери для всех почитателей таланта великого поэта. К организации мероприятий ежегодно подходят со всей ответственностью. У руководства и сотрудников на это есть более чем уважительные причины. В 1999 году, в год, когда вся страна отмечала 200-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, в лицею было присвоено вот такое звание. Красивое, за высокие достижения в обучении и воспитании подрастающего поколения. Вот с этого года в лицее сложилась традиция. 19 октября каждый год мы пятиклассников посвящаем лицеисты. И в эту неделю у нас проходят уникальные мероприятия. Во время Пушкина литературные салоны, салоны, где встречалась элита, молодежь, интеллигентные люди, были очень и очень популярны. Я хочу сказать, что литературные гостиные традиционные и для нашего лицея. Особую торжественность происходящему придает атмосфера Пушкинского зала, стилизованного под эпоху того времени. Чтение стихов, выступлений инструменталистов, истории из жизни поэта стирают грани времени. Учитель русского языка и литературы Татьяна Горюнова руководит проектом на протяжении многих лет и каждый раз старается пробудить в учениках желание открывать для себя творчество Александра Пушкина. Оно какое-то сказочное, оно необычное, оно пишется сердцем, сердцем, а не словами, а не разумом. Оно красочное, это невозможно передать словами, тем более такая гордость за нашу страну. Среди участников встречи были в зале и те, кто просто пришел послушать интересные факты из биографии поэта и прикоснуться к светской жизни того времени. Мы для них, и мы их все так весело подкинем и улетим на север, на восток, где испытания выдержат на ветхость. 1830 год, тяжелый период, непростой в жизни Пушкина. Наконец-то он получил согласие к матери своей будущей и к ней, к своей будущей тещи. Пушкин счастлив, влюблен, а Гончарова, как он пишет, я Наталью, а Гончарова. Участие в литературном салоне – дело добровольное. Зачастую сюда приходят дети, которые не только любят литературу, но и хотят связать с ней свое будущее. Я планирую тексты песен писать, я очень хочу этого, честно признаться. Я люблю музыку, я живу музыкой, так сказать, я люблю стихи, я живу стихами литературы, это я гуманитарий по жизни. Подобные мероприятия нередко побуждают детей на написание научных проектов. У них появляется желание подробнее исследовать творчество Пушкина, узнавать больше о каком-либо из его произведений и о жизни в целом. А у кого-то рождаются собственные строки. Этот день крайне чудесный, скорее утром ты проснись, яви свой лик прелестный и предстань пред нами, быстрее явись.